Современная трагедия «Всё в твоих руках» впервые была поставлена в Англии. В России в ней дебютировали пока только дагестанские актёры. Президент и всё руководство республики также присутствовали на премьере. Для дагестанского зрителя сюжет картины довольно неожиданный, однако тема близкая и понятна. Пьеса Натальи Пеливайн посвящена всем жертвам террористических актов. Мне очень хотелось, чтобы эта пьеса была поставлена на Северном Кавказе. Но кто откликнется и кто возьмётся, я, естественно, не могла предполагать. И то, что случилось именно в Русском театре в Махачкале, я очень-очень этому рада. Захват Норд-Оста стал основой сценария. Действие первое. Открывается занавес. На сцене радужная зарисовка. Через считанные минуты всё в корне меняется. Хорошая игра актёров, правильные декорации впечатление произвели на всех присутствующих. А если задуматься, так же в зале тогда сидели ни в чём не повинные люди во время событий Норд-Оста. Один из почётных гостей сегодняшнего спектакля, Дмитрий Миловидов, потерял тогда свою дочь. Подобные произведения, естественно, поддерживают и память, не дают забыть обществу, людям и властям о возможной опасности. Пока власти об этом помнят, значит, идёт профилактика. И могут быть предотвращены новые теракты. Проживая свою маленькую жизнь в этом спектакле, актёры старались донести до зрителя главную суть. Никому не нужна война, народы разных стран должны непременно дружить. И случайно в заложниках оказываются русские, белорусы, канадец. Мы посвящаем этот спектакль безвинно убиенным людям в террористических актах. Поэтому это как бы символ терроризма сегодня и борьба против этого терроризма. Оно такое вот просто, не говорится, просто конкретно Норд-Ост. Это могло произойти в любом месте. Возможно, лирические отступления, свойственные творческим людям, сделали эту постановку больше грустной, нежели жестокой. У каждого из героев своя судьба, свои радости и надежда, о которых они не стесняясь говорят вслух, как будто понимая, что этот раз может быть последним. Заключительная часть по сценарию – штурм здания. А затем бурные овации благодарного зрителя и полный аншлаг. Эрика Атаева, Салих Салихов. Время новостей. Дагестан.